Ответьте на вопрос сразу не раздумывая, какие анализы вы сдаёте реже всего, а может быть даже считаете их самыми неприятными? Да. Большинство людей, в числе прочих, назовёт анализ КАЛА, и между прочим, совершенно несправедливо, ведь это один из простейших и доступных тестов, позволяющих разом выявить множество скрытых заболеваний, о которых человек, возможно, и не догадывался. Поговорим сегодня о том, как выглядит стул в норме, научимся определять болезни с помощью цвета и формы стула, расскажем, как справиться с запором с помощью натуральных слабительных, без применения медикаментов. Но перед тем, как перейдём к самому интересному, прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его поддержать работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик, сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась, вы подписаны. Заранее спасибо и приятного просмотра. Тревожные показатели. Врачи советуют как минимум раз в год проходить полное медицинское обследование, и среди прочих анализов необходимо проверить стул, но лучше не дожидаться планового осмотра. Между прочим, периодическое наблюдение за результатами работы кишечника является важным методом самодиагностики, по результатам которых можно самостоятельно обратиться к врачам. Вот перечень показателей, которые считаются нормальными, любые отклонения являются тревожными симптомами. Частота. Нормой считается дефекация до двух раз в день. Консистенция. Оценочная классификация КАЛа подробно описана в Бристольской шкале, таблица была разработана в 1997 году Хейтоном в Бристольской университете, и с тех пор ею пользуются для определения показателя биоматериала. Согласно таблице КАЛ с комками характеризуется как запор позиция 1 и 2. Идеальный КАЛ в форме колбаски позиции 3 и 4 остальные пункты относятся к появлению диареи. Также должны насторожить зловонные испражнения со слизью. Стабильность. В течение недели не должно быть резких перемен и скачков по Бристольской шкале. Важны и внутренние ощущения, в животе должны царить покой и умиротворение. Цвет. Нормальным цветом считается коричневый с различными вариациями оттенков, они зависят от пищи, которую мы употребляем. Препараты с активированным углем, железом делают стул темнее, а молочные продукты светлее, серый, зеленый или желтый стул – уже отклонение от нормы. Примеси. В идеале примесей быть не должно кровь от алога цвета до черного, пожалуй, самый грозный симптом, после появления которого надо незамедлительно обращаться в больницу. Также нарушениями работы ЖКТ считаются тягучая слизь, желто-зеленые гнойные примеси и кусочки непереваренной пищи. В случае отклонения от нормы необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу и сдать анализ КАЛА, он называется КО-программа. Это известный анализ, дающий самые достоверные результаты. Как подготовиться к анализам на стул? Для того, чтобы анализы на КО-программу выдали достоверный результат, к ним надо тщательно подготовиться. Важны правильное соблюдение сбора и быстрота доставки, рекомендуется сдавать утренний КАЛ, и в нем не должно быть мочи. Но если нет такой возможности, то следует учитывать, что собранный материал не рекомендуется хранить в холодильнике более 8 часов. Женщинам не рекомендуется сдавать КАЛ во время критических дней, так как анализы покажут наличие крови, что является тревожным симптомом. За несколько дней до сдачи анализов нельзя резко менять рацион питания, но стоит отказаться от продуктов с слабительным, желчегонным и газообразующим эффектом. После приема антибиотиков следует выждать неделю. Обратите внимание, что перед сдачей на выявление скрытого кровотечения за три дня до этого из рациона исключается рыба, мясо, печень, сердце, препараты железа, йода, магния и препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты. Тара для сдачи КАЛа должна быть специальной в комплекте со шпателем для сбора образцов, ее можно купить в любой аптеке. Баночку следует заполнять на одну треть от общего объема. Не подойдут баночки, спичечные коробки и другие посторонние емкости, остатки пищи и другие волокна на стенках посуды могут исказить клиническую картину, выдав неверный результат. Какие болезни может выявить анализ КАЛа? В лаборатории проверяют на наличие паразитов, крови. Детей направляют на анализ стула при подозрении на отравление и для выявления паразитов. У грудничков биоматериал собирают с подгузника в чистую тару. Анализы отправляет к лечащему врачу, который обращает внимание на следующие показатели. Уровень pH, его снижение, указывает на проблемы с усвоением углеводов. Появление углеводов характеризуется сбоем в работе поджелудочной, возможен синдром короткой кишки. Это состояние, при котором длины кишечника не хватает для самостоятельного роста и развития организма. Избыточный уровень жира. КАЛ, содержащий много нейтрального жира и кусочки непереваренной пищи, может указывать на панкреатит, цирроз печени и другие серьезные заболевания. Появление крови из неопасных причин появления крови – это геморрой и анальные трещины. Более серьезные состояния – это колоректальный рак, дивертикулит, воспаление кишечника. Посев на патогенную кишечную флору, его назначают при подозрении на инфекционное заболевание ЖКТ. Результаты анализа играют ключевую роль при выборе дальнейшего курса лечения – наличие яиц, глистов и простейших. В настоящее время известно около 300 видов гельминтозов человека, возбудители проникают в организм с зараженной пищей, с водой, через контакт с животными и даже при половом контакте. Для выявления паразитов биоматериал рекомендуется сдавать несколько раз с интервалом в 2-3 дня, таким образом результаты диагностики помогут выявить скрытые болезни, такие как дисбактериоз, острые или хронические инфекции, проблемы с поджелудочной, заболевания печени. Присутствие кровяных выделений может указывать на опухоль, язву, геморрой. Обнаружение паразитов указывает на гельминтоз. Появление в стуле жирных кислот указывает на наличие желчи. Конечно, по результатам стула диагноз поставить невозможно, однако доктор может назначить дополнительные анализы, скорректировать курс лечения. Натуральные средства, помогающие при запорах. Даже если человека мучают запоры, запрещено пользоваться клизмой и иными слабительными для сдачи анализов, так как они могут исказить общую картину итоговых показателей. Так что же делать? Запор – это совсем не обязательно следствие тяжелой болезни, чтобы прибегать к длительному медикаментозному лечению. Есть много способов исправить ситуацию, естественным путем пить больше жидкости, подойдет обычная вода без газа, объемом до 2 литров в сутки, в воду можно добавить дольку лимона, лайма или мяту, есть продукты с клетчаткой. Овощи и фрукты богаты клетчаткой и отлично стимулируют работу кишечника. Для сбалансированного питания подходят авокадо, чечевица, злаки, капуста, летние ягоды, ананас, груши, персики, миндаль-изюм, сушеный инжир и другие продукты. Делать упражнения. Перистальтику кишечника улучшает любая двигательная активность, даже ходьба. Достаточно полчаса активных движений в день, чтобы повысить тонус тазовых мышц и живота. Не нервничать. Казалось бы, какая связь между плохим настроением и запорами, на самом деле стресс негативно влияет на работу всего организма, в том числе на пищеварительный процесс, поэтому необходимо принимать меры, чтобы стресс не тормозил, работу ЖКТ. Кстати, напиток из ромашки и мелисы, настоянный на молоке, отлично приводит в норму нервную систему. Использовать натуральные слабительные. Есть масса продуктов, обладающих природным слабищем эффектом, например, чернослив, в составе которого содержится сорбит и сахарный спирт, мощно стимулирует перистальтику кишечника. Яблоки уменьшают воспаление, овсяные хлопья размягчают стул, лук, чеснок и бананы питают полезные бактерии в кишечнике, а каша с кусочками киви поможет избавиться от запоров. Также симптоматика улучшится от семян чия, фасоли, льняного семени, папайи, авокадо, арбуза, кефира и квашеной капусты. К продуктам, которые способствуют запорам, относятся красное мясо, фастфуд, кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, белый хлеб, картофельные чипсы, печеньки, молоко, сыр, мороженое. Как видите, анализ стула – важная ступень в диагностике состояния желудочно-кишечного тракта. Сдать их несложно, а результаты приходят уже через несколько дней, не забывайте о правильном питании, проводите регулярную самодиагностику и будьте здоровы. На этом закончим ролик, на канале можно найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписать на канал и нажать на колокольчик, еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Полезные Советы.